Всем привет! Я сегодня расскажу про Passat B7, а точнее про историю владения. Этот автомобиль у нас с 2014 года. Мы являемся вторыми владельцами. Мы это я и мой отец. Но начиная с 2014 года, обслуживанием автомобиля занимался я. То есть я покупал запчасти, я ремонтировал, и у меня я вот выписал себе список. Конечно, что-то может подзабылось, но все, что сохранилось, я вам расскажу. Какие запчасти меняли. Цены, наверное, я считаю смысла нет, потому что цены поменялись в два раза, возможно, даже больше. Вот. Расскажу про этот масложор. У нас хоть с вами Passat ассоциируется сразу с масложором. Как увидели Passat, значит масложор. И действительно это так, на этом автомобиле до сих пор присутствует масложор. Покажу салон. Машина 2012 года. Покупали, как я уже говорил, в 2014 году от первого владельца. На автомобиле на тот момент был пробег 32 тысячи километров. Чтобы вы понимали, машина была прям как с салона. Не то, что там поезженная как будто, да, как новая была машина. Машина до сих пор в своей родной краске. По кузову тоже есть проблемы, всем известные. То, что краска на этих автомобилях плохо держится в районе арок. А у некоторых даже посередине двери может отваливаться уже краска. Но у нас такого нет. У нас краска отваливается в районе порогов. Вот. Двигатель тут 1.8. Всем известный TSI бензиновый. Коробка механика. Комплектация, как вы видите, по фарам простая. По-моему, называется эта комплектация Comfort Line. Здесь нет ксенонов. Сзади нет диодных фонарей. Ходовые огни у нас, опять же, встроены в бампер вместо основных фар. Но из допов тут установлена магнитола. Магнитола с USB-выходом и с большим экраном. Салон в тряпке. В общем, комплектация одна из самых дешевых. Есть еще более дешевая комплектация. Там с двигателем 1.4. У них, насколько я помню, меньше хрома. На заднем бампере, по-моему, нет хрома. И, возможно, по краям этих хромированных молдингов нет. Точно не могу сказать, но, по-моему, это так. Из того, что тут есть, это датчик дождя, датчик света и подогрев сидений. Все. На сегодняшний день пробег автомобиля 190 тысяч. Хочу начать именно с колес. На 85 тысячах мы купили резину Marshall. И на ней мы до сих пор катаемся. Вот сейчас вставлю фрагменты протектора. Но резину уже надо менять. Скорее всего, на следующий год это мы сделаем. Диски тут ужасные были. Родные литые диски 16-го радиуса. Они последние два года, мягко сказать, били. На 60 км в час уже тебе не то, что на руль отдавал, а уже трясся весь кузов. Ездили-ездили, скрипя зубами. Я решил сюда поставить вот буквально на днях новые диски. Вот можете посмотреть, какие крутые я диски поставил. Но, конечно, это не то. Это была фотография с интернета. Вот на самом деле. Поставил я сюда штамповки. Почему штамповки, скажете вы, да? Вроде бы Passat. Тут не будет, как у других блогеров крутых, которые там покупают машины, да? Чисто ради того, чтобы сделать какой-то тюнинг и так далее. Я рассказываю вам реальную жизненную ситуацию. Потому что в машину в последнее время пришлось уже вложить, в последний месяц, да, пришлось уже вложить там около 40 тысяч рублей. Это вместе с работами, с дисками. Новые диски покупать, китайские, это опять же получается как минимум 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей, ну, знаете, тут вроде бы и тут так, и тут надо 40 тысяч вкладывать. И еще диски надо покупать. Ну, как-то лишка. В общем, поставил пока штамповки. Возможно, что штамповки пойдут на зиму. Зимние у нас, в принципе, стоят на китайских дисках. Совершенно некрасиво. Просто покупали в то время еще за 7,5 тысяч рублей комплект 4 дисков. Только лишь из-за этого купили литые диски. Они по красоте, наверное, ну, наверное, штамповки даже красивее. Расскажу, что меняли еще за это время. По ходовке за все время 4 раза поменяли передние стойки стабилизатора. Не оригинал. Я вот тут прописал, какие компании посмотрел у себя. В личном кабинете в магазине запчастей покупали ТРВ. Один раз с компанией NK. Больше данных нет. Вот какие остальные. А, последний раз я покупал лимфердер. Один раз меняли тормозную жидкость. Три раза делали сход-развал. Сейчас еще надо делать свечи. Меняли за все время 4 раза. Последний раз я свечи тут поменял где-то год тому назад. После того, как у меня отказали модули зажигания. Модули зажигания тут 4 штуки. Начинаю разгоняться и загорается чек. Причем самое интересное, если ты чуть-чуть нажимаешь на газ, машина вроде бы разгоняется. А если ты нажимаешь уже сильнее на газ, то машина начинает пропадать мощность. Опять начинает дергаться. Подумал, что это у меня из строя вышла турбина. Потому что, сами понимаете, турбина это серьезно. И это не дешево. По цене не могу сказать сколько, но я думаю ближе к 100 тысячам. Могу ошибаться. В итоге оказалось, это вышла из строя модуль зажигания. Мне надо было ездить по работе. Я ездил целый день, не превышая 50-60 км в час. В итоге, к тому времени, пока я приехал в сервис, у меня к этому времени вышла уже и второй модуль. Вот, поставил я Bosch. В наличии только был один. Второй мне поставили компанией Delphi. По цене я точно не смогу сказать. У меня не записано, к сожалению. От двух до двух с половиной тысяч рублей за одну штуку. Вот, там же я поменял свечи. Свечи я поставил Bosch. Масло. Тут изначально было залито кастрол. Тут даже на крышке, кто знаком с ВАГом, у них даже на крышке написано кастрол. Потому что они сотрудничают напрямую. Но всем известно, что кастрол масло некачественное. И как раз таки жор масла начинается именно из-за этого масла кастрол. В общем, мы как купили машину. Раз. Один раз еще, наверное, залили кастрол. Потом мы перешли на масло. Матюль 8100, XS 5 на 40. У меня вот цена написана около 4000 на 5 литров. Меняли масло каждые 10 тысяч километров. Машина обычно ездит 50% трасса, 50% это село. Сейчас я перешел на масло Liqui Moly, Maligen, который в зеленой упаковке. Перешел не просто так. Об этом все расскажу попозже. Все фильтры обычно используем MAN. Цена примерно 500 рублей. Но это опять же цены были уже до этого. Сейчас цены стали дороже. Бывает, конечно, используем другие фильтры. Фильтрон могли использовать. Если таких не было в наличии. Либо если ждать надо было долго эти фильтры MAN. Но не знаю. Фильтры MAN для меня кажутся это знаком качества. Поэтому я обычно покупал такие фильтры. Два раза промывали инжектор. Один раз чистили дроссельную заслонку. Сейчас, кстати, данную процедуру еще раз надо повторить. Когда машина работает на холостых оборотах, бывают такие подергивания. Это чувствуется только если ты сидишь в машине. На тахометре это не отображается никак. Обороты не прыгают. Первый раз мы прочистили дроссельную заслонку. И у нас все стало нормально. И после этого, наверное, уже проехали 1050-70. Вот сейчас надо опять эту процедуру повторить. На 150 тысячах я поменял тут цепь ГРМ. Сейчас листочек вставлю. Цена примерно с запчастями составила 20 тысяч рублей. Ну а сейчас я покажу кузов поближе. И расскажу какие тут изъяны есть. Что надо исправить. И что мы уже сделали. Так, ну вот, поближе, если смотреть, да, мы видим, на передней решетке уже облезает хром. Если покажет это камера. Это не скол. Это у нас тут птички нагадили. В таком состоянии. Бампер в сколах. Резина Marshall. Это от компании KUMHA. Корейская резина. Мне она лично понравилась. Мягкая. Ну и хватило, как видите, на 100 тысяч километров. Ну и вот такой вот остаток. Вот можете посмотреть. Потом мы сюда покупали брызговики. Брызговики покупали за полторы тысячи рублей. Года три-четыре тому назад. И передний и задний комплект стоил полторы тысячи рублей. Как вы можете видеть, их сегодня нет. Вот. Мы их поставили. Отъездили на них пару месяцев зимой. А потом от них остались только следы. Вот такие следы мы получили. Всего лишь за полторы тысячи рублей. А вот тут еще нарисовался у нас скол. Поэтому, если вы собираетесь покупать брызговики, возможно, не обязательно оригинальные нужно покупать. Но все-таки, наверное, нужно покупать их помягче. На заднем бампере тоже также остался след. Проблемные места у автомобиля тут, видите. Если эта камера покажет, ведь вот здесь уже вздулась краска на заднем крыле. На передних крыльях и на дверях вроде бы ничего такого замечено не было пока. Потом, если присмотреться, вот тут будет видно царапины. Тут царапин, тут, тут царапина. Вот здесь царапины есть, если это видно. Вот тут на заднем фонаре тоже царапина. Это я задним ходом заехал по цепочку. Вечером не увидел. Она вот так вот уперлась сюда куда-то. Потом, видимо, поднялась так. И она, в общем, когда я из машины вышел, лежала вот так. Но я думаю, это все полировкой мы убрать сможем. В прошлом году ко мне взад приехала машина. Вот. Вот остались вот такие вот следы. Ну и чуть-чуть видно, что бампер искривился, если это можно увидеть. Вот тоже тут след оставил. Ну, в принципе, ничего серьезного. Я думаю, из-за этой мелочи бампер не стоит красить. Вот тут сдутие, это вот в этом году появилось. Началось все это, ну, наверное, года три тому назад. Вот примерно вот так. Вот тут, кстати, вот пошло сдутие. Вот я еще не видел. Тут как бы обычно прямо с краев начинает. А прямо тут вот посередине началось. Видите? Мелкие царапины. Тут, там, ну, сами понимаете, 8 лет машине. Машина не стояла. На машине мы постоянно ездили, передвигались. Вот. Резина с другой стороны. Вот до индикатора еще, наверное, миллиметра три осталось. Ну, два, наверное. Зеркало матовое стало. Кто смотрел мой обзор про мой BMW, у меня тоже такая же ситуация. Но тут бампер, бампер, наверное, даже выглядит посвежее. В отличие от BMW. Вот тут сколы появляются. Но это уже, наверное, на всех машинах. Так. Лобовое стекло тут, кстати, с подогревом. Но оно у нас чуть-чуть треснуло. Вот попал вот сюда камень. Дошла трещина вот досюда. Мы эту трещину остановили. Вроде бы даже залили. Но все равно эту трещину видно. Пока не задумывались о замене лобового стекла. Но если менять, я думаю, неоригинальное лобовое стекло стоит около 8-10 тысяч рублей. Оригинальное, понятное дело, эти стекла очень дорогие. Там 30 плюс, наверное. Вот такой вот салон. И сразу же нас встречает вот такое вот сидение. На пробеге 190 тысяч километров. Вот это рванье появилось примерно на пробеге 180 тысяч километров. Так что, если вы будете смотреть машину, вольт с вами Passat на тряпке, имейте в виду, вот это на 100 тысячах не бывает. Видим, тут потертости. Но еще не порвано. Ремнем мы любим пользоваться. У нас тут в Татарстане без этого никак. Эти заглушки мы не любим использовать, которые некоторые стоят. Вот в таком состоянии руль. Видите, потертости появились по краям. Вот тут потертости. Не сильно, но есть. Причем, если это покрасить, если это покрасить, руль будет, наверное, не скажу как новый, но хороший. Вот тут потертости есть. Кстати, вот сидение. Тут еще, это не доп. Это уже минимальной комплектации. Спинка тут двигается электронно. Это плюс. Это поднять, опустить сидение. Ну, это уже кнопка регулировки поясничного подпора. Вот в таком состоянии находятся педали. Я не скажу, что они истерты. Они выглядят нормально. Обратите внимание, даже пленку мы не отдирали, которое здесь стоит с завода. Вот так выглядит салон. Один раз я делал химчистку. Год там назад где-то, наверное. Пассажирское сидение. Вот в таком состоянии. А это у нас сельский тренд для видеорегистратора. Вот так нам и вывели проводку скрытого видеорегистратора. Это было давно-давно. Как только купили, наверное, машину в 2014, возможно, в 2015 году. Ну, наверняка это мы сами попросили так вывести. Я даже не помню уже. Не знаю, о чем мы думали, когда это делали. Вот эта штука как болталась с 2015 года, так и болтается. Регистратор я даже не помню, был в этой машине или нет. Коробка, как я уже говорил, механика, шестиступенчатая. Очень четко переключается. Очень приятная коробка передач. Особенно после моего Opel. Там переключения настолько неприятные, настолько нечеткие. Вот. Опять же, все познается в сравнении. Когда я с Opel пересел на Passat, ну, имеется в виду, на долгое время пересел на Passat, мне показалось, это почти как автомат. Ну, действительно, очень легко, очень этот. Тут, кстати, передачи длинные. Там, если ты на Opel или там у меня Маза-3 была, тоже на механике, ездишь по городу, на четвертую воткнул там, ну, на 50 уже можно четвертую спокойно втыкать и ездить. А тут четвертую тебе приходится втыкать где-то на 70 километров в час. Если ты воткнешь на 50, в принципе, можно, но машина особо не разгоняется. Ну, сами понимаете, турбо-ямы еще никто не отменял. Привычка выработалась два раза тянуть рычаг открывания капота, как на BMW, а тут же всего лишь один раз. Все блогеры любят вот этот пневмоупор. Так что, вот он тут есть, вот этот пневмоупор. Аккумулятор, кстати, тут стоит родной. С 2008 года. Вот. Не менялся. Такое вот подкапотное пространство. Периодически я тут убираюсь, мою. Вот. Как вы можете видеть, все болты родные, заводские. Нигде ничего не крутилось, не снималось. Злосчастный двигатель 1.8. говорят, что с 2013 года проблем с масложором уже не было. Переместился в салон автомобиля. На улице у нас что-то сегодня прям очень сильно ветрено. Про масложор. Жор масла до 100 тысяч был примерно 2 литра. После 100 тысяч, где-то до 150 тысяч, употребление масла выросло до 4 литров. от 150 до 180 где-то около 5 литров. Возможно, даже чуть больше, 5,5. Возможно, даже. Покопался в интернете, начал смотреть отзывы. Наткнулся на такое видео, как человек сделал раскоксовку и у него жор масса прекратился. Ну, как прекратился? Не совсем прекратился. Он просто стал в пределах нормы. Он сделал раскоксовку химии Mitsubishi Shuma и самое главное это человек рекомендует заливать Liqui Moly Maligene в зеленой упаковке. Якобы, это хорошее масло. Я уже не первый раз слышу. И блогеры про это говорили. Возможно, это реклама. Я ничего не говорю. Просто и в интернете про это пишут. То, что Liqui Moly Maligene именно на этих двигателях. Не говорят, что прекращается жор масла. Просто аппетит у автомобиля становится меньше. Я, прежде чем сделать раскоксовку, думаю, дай-ка залью масло Liqui Moly. Цена на тот момент 5 литров стоила 3600 рублей. Вот. Залил это масло и у меня расход масла стал не 5 литров, а 7 литров. Возможно, тут несколько факторов могли сыграть. Контрафактную продукцию еще никто не отменял. Это раз. Во-вторых, возможно, просто увеличился износ двигателя. И, возможно, у меня мотюль жалобы не 7 литров, а 9 литров или 10 литров. Еще есть такое мнение, когда с одного масла переходишь на другое, двигатель как бы адаптируется, и именно в этот переход начинают употреблять больше масла. Не знаю, может быть, это так, может, не так. На 190 тысячах, когда пришло время менять масло, я решил сделать раскоксовку. Раскоксовку именно химии Mitsubishi шума, какие рекомендует вот этот человек на видео. Я, кстати, ссылку оставлю. Я не сам это делал, мне делали раскоксовку люди, которые обслуживают постоянно эту машину. Сделал раскоксовку, промыли двигатель, поменяли свечи, залил масло Liqui Moly. Последний раз я это масло попал за 3 800 рублей. Но я всего лишь проехал 110 километров. Ну, сами понимаете, 110 километров это ни о чем. Надо проехать как минимум тысячу, две тысячи, три тысячи, чтобы понять и можно было что-то сказать. В сервисе, где обслуживается этот автомобиль, мне предложили сделать, как они называют, промежуточную капиталку. То есть, меняются массосъемные колпачки и меняются массосъемные кольца. Процедура это будет стоить 50 тысяч рублей вместе с запчастями. Но они сразу сказали, кольца будут стоять неоригинальные, потому что смысла якобы нет стоять оригинальные кольца. Они такую процедуру уже выполняли несколько раз. Машина, по их словам, ездит 100 тысяч, ты будешь ездить, не зная проблем. Литр, возможно, будешь доливать максимум. Они мне как говорят. Я думаю, что если жор масла не уменьшится хотя бы до трех литров на 10 тысяч километров, я думаю, надо будет все-таки сделать промежуточную капиталку. Еще раз говорю, это не полная капиталка, тут поршни не меняются, блок не растачивается. А сейчас я вам продиктую список, который мне еще весной отправляли, мне писали рекомендации в сервисе. Стойки стабилизатора задней, сайл-блоки левого продольного рычага, задней подвески, ремень приводной. Это все я купил уже, это я все уже поменял, плюс к этому я купил раскоксовку Mitsubishi шума, масло моторное Liqui Moly, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салонный, свечи зажигания. Все я это купил, уже поменял. В этой машине была проблема после 100 тысяч километров передней подвески, что-то грохотало. Я, кстати, забыл сказать, еще меняли задние сайл-блоки переднего рычага. Вот, меняли примерно на пробеге 100 тысяч километров. Почему меняли? Думали, что как раз таки шум идет оттуда. Поменяли, шум не прекратился. Когда большие ямы ловишь, шум не услышишь. Этот шум появляется именно на мелких неровностях, например, таких как проезжаешь рельсы. Не сильно лично я этот шум слышу и он меня очень сильно напрягает. Тем не менее, я так ездил, вот пока ездил на этой машине два года, да, ладно, думаю, заеду, заеду, но сами понимаете, вроде ничего не отваливается, как ездил, так ездишь. Ну, в общем, с этим шумом. Я куда только не заезжал, мне этот шум никто не может найти. Я решил вот вчера заехать к официальному дилеру. Машину я оставил, приехал, через два часа мне посмотрели, 500 рублей у них стоило диагностика ходовой. Они мне написали заменить передние шаровые опоры, переднюю левую стойку стабилизатора, стойки стабилизатора, опять же, меняются уж парно, да, задние, нижние сайлент блоки передних рычагов. Это те сайлент блоки, которые мы уже меняли на не прекратился. То есть, я уверен, мы их поменяем, но я думаю, все-таки это не из-за этих сайлент блоков. И одна задняя пружина оказалась у нас сломанной. Почему не увидели в том сервисе, где обслуживалось постоянно? Возможно, не смотрели и не заглядывали, в принципе, я им не говорил. Я им просто принес запчасть с того списка, с первого, который я вам показывал до этого, и сказал поменять. Диагностику ходовой они, скорее всего, не проводили, и поэтому заднюю пружину они и не увидели. Я менял еще тормозные накладки по кругу, по кругу поставил бошевские тормозные накладки. Диски, кстати, тут стоят до сих пор родные. Мне в сервисе сказали, все, вот эти накладки доездишь, передние, когда будешь менять, обязательно надо будет диски менять. Ну, в общем, пока ездим. Для сравнения, диски на бмв, на моей бмв на 120 тысячах уже были практически истерты, и на них уже было опасно ездить. А тут диски прослужили до 200 тысяч. По поводу накладок бошев. Тормозят вообще идеально. Педаль стала такая мягкая, информативная. Чуть-чуть нажимаешь, машина прям останавливается. Действительно останавливается. Очень приятные тормоза. Я даже подумал себе, возможно, на бмв поставить бошевские накладки. Я себе поставил накладки на бмв компания Ремза. Не люблю антирекламой заниматься, но эти накладки вообще не тормозят на бмв. Каждый день выезжаю в город на машине и не бывает ни дня, чтобы я до упора не нажимал тормоз. Не бывает ни дня. А тут я уже неделю катаюсь на этих накладках, я еще ни раз до упора не нажимал педаль тормоза. Всегда очень плавно и машина очень хорошо останавливается. Вот прям слов нет. Компания Ремза вроде бы неплохая. Я говорил уже, есть всякие отзывы, хорошие, плохие. Опять же, никто не отменял контрафактные товары. Возможно это у меня товар оказался поддельным. А бошевские накладки оказались у меня оригинальными. Может быть такое. Комплект бошевских накладок обождите мне 4400 рублей. Когда меняли передние накладки, а тут передние накладки с датчиками, с датчиками износа, мне повредили провод датчики износа. Не тот, который идет в комплекте с накладками, который идет от машины. Я механик не виню, потому что этот провод уже давно висел на волоске. Вот этот провод стоит 3500 рублей. Оригинальный. Не оригинальных проводов нет. Просто нет. Я не знаю почему. Запаять мой провод смогут или не смогут я не знаю. Надо будет сначала заехать в сервис, чтобы посмотрели. Если смогут запаять, это конечно будет самый лучший вариант. Доволен ли я машиной? Наверное больше дать, нет. Все портит двигатель вот этот 183 с массажером. Если бы не было бы этой проблемы, было бы вообще все супер на высшем уровне. Машина очень комфортная, машина очень приемистая, но момент такой, эта машина все-таки тебя настраивает на спокойную езду. В отличие от BMW, несмотря на то, что там полтора литра у меня, там охота ездить как-то порезвее, что ли, да? Она разгоняется дольше наверняка, та машина, чем эта. Но там охота ездить порезвее, хоть ей не особо получается там резво поездить, из-за недостатка мощности. А тут 152 лошади, их тебе вот хватает даже лишка, наверное, знаете, вот ты на полную катушку эти мощи на этом автомобиле используешь очень редко, очень редко. Как я уже говорил, она тебя настраивает на спокойную езду. Тебе неохота по городу гонять, тебе неохота резко разгоняться. Да, когда тебе надо резко разогнаться, когда надо встроиться в ряд, тебе эта машина позволит сделать. Мощей тут достаточно, ну, 8,2 секунды или 8,3 я сейчас не помню. По расходу топлива машина потребляет в городе 10-11 литров по трассе. Я, к сожалению, не замерял, не могу сказать, какой расход по трассе, но бортовик, по крайней мере, в городе 10-11 литров показывает. Шумоизоляция на этом автомобиле на достойном уровне. Единственное, мне эта машина не особо подходит. Почему? Потому что все-таки она для меня кажется какой-то громоздкой, длинной, да, в отличие от того же самого BMW. Несмотря на то, что у BMW колесная база длиннее, кузов длиннее у этого автомобиля, и тот и этот автомобиль, как мы знаем, оба относятся к D-классу. И тут на поворотах чувствуются прям не просто крены, а сильные крены. И возможно из-за этого и неохота на этого автомобиля особо быстро ездить. Ну и остальные, про всякие эти кнопочки там я думаю смысла нет рассказывать. Про этот автомобиль уже давно-давно все рассказали. Это уж машин выходит с 2011 года. Машина большая, просторная, для семейного человека наверное самое то. Опять же сравниваю с моей BMW F30 тут внутри в салоне места больше. Еще момент такой. За счет того, что у этого автомобиля нет ксенона, нет задних диодных фонарей. Многие автомобиль путают с джетой. В последний раз, когда я выезжал из сервиса, когда поменял колеса, поставил штамповки, механик вообще сказал, пола готова, пола можете выгонять. Вот так вот оскорбляют этот автомобиль иногда. Ничего против пола не имею, просто машины вроде бы казалось бы разные, разного класса, но легко их спутать пола, джетта и пассат. Вот такой получился у меня видеоотзыв про этот автомобиль. Вроде бы ничего не забыл из важных вещей. Надеюсь, отзыв был полезен. Всем пока! Субтитры